Доброе утро всем! В общем, вот так. Три дурачка на одном мотоцикле ехали. Они тут все гоняют, как будто здесь трасса какая-то, пипец. В общем, доброе утро всем еще раз. У нас, видите, как-то пасмурно и прохладно на улице. Хорошо так, кайфово. Дождик передавали? Не было, по-моему, и не будет. Так как-то туманно. Вначале меня все запутал. Как себя чувствую после тренировок? Замечательно, ничего не болит, но, знаете, я же дома тоже занимаюсь, поэтому занималась не так активно, поэтому мышцы там у меня привыкли как бы к работе. У меня что, и мячик, и резинки. Поэтому в 10 часов вечера мы с Чарли занимаемся. Да, с Чарли, потому что я такой прикол. Он со мной тоже занимается. Когда увидел муж, он ржал над нами минут 10, наверное. Ой, это правда очень смешно. Может быть, как-нибудь сниму. Ладно, пойду на работу. Работку работать. Пока работала, мы немножко. Сестра приходила. Персики принесла нам. Персики. Ой, пахнут персиками, представляете? Обожаю, когда фрукты пахнут. А сейчас вообще какие-то фрукты странные пошли. Нифига ничем не пахнут. Я сегодня даже не переодевалась. Смотрите, какая я стройная. Шутка. Всего-то один день. Ой, не могу. Ну, только я вроде все равно ничего, да? Да и ты тоже красивый. Да и ты самый у меня красивый. Самый любимый. Только вот глаза у тебя постоянно грязные. А в субботу принесла еще одна клиентка. Вот такие мне журналы. Она мне носит журналы. Они читают. Я говорю, а что выбрасывать? Приносите мне, мои клиенточки. Будут рады почитать новые журналы. Ладно, будем дальше работать. А погода, по-моему, меняется. Шторм на море надвигается. Вижу, там шапки белые начинают. А я на море хотела и ветер. Люди ходят. Туристы. Поэтому не знаю. Сегодня опять, наверное, без пляжа будем. Да. На обед у меня сегодня овощи, салаты из овощей запеченных. Но все равно вам покажу, как я этот салат делаю. Потому что рецепт куда-то... Он где-то есть, но я не знаю, где он. И запеку картошку. Запеку в микроволновке. А пока приступим к салату. Я вчера поставила, помыла все овощи. Здесь где-то килограмм мясистых таких перцев болгарских. Одна средняя луковица, одна головка чеснока и один средний баклажан. Этот я буду расходовать в других целях. Так что вот все. Один средний баклажан, одна луковица. Все это моем и отправляем в духовку на час, на 210 градусов. Можно перевернуть там их перцы. Но я ничего не переворачивала. Я просто их туда... И все. И они у меня там лежали. И сейчас мы будем их чистить. Чистятся они очень легко. Берем и смотрите, шкурка снимается буквально вот. Видите? Она вся снимается. И вот так вот чистим перцы. Вообще перцы, все чистим. Баклажаны. А баклажаны тоже так же чистятся. Поэтому убираем сердцевину. Все, естественно, руки вымыты. Все чистенько. Вот так вот снимаем кожу. Видите? Они как быстро. Кстати, мне этот процесс нравится. Ха-ха-ха. После того, как овощи почищены... Ну, не важно, что семечки там. Это все не столь важно. Мы их, эти овощи, делаем... Вот я, допустим, перцы делаю вот так. Не режу, а... Вот так руками раздеревениваю. Вот так, видите? На такие куски, которые вам нравятся. Получается как спагетти. Мне очень нравится вот таким образом. Руками вот так. Если длинные, можно прям раз их расщепенить. И вот таким образом... Делаем вот так. Баклажан точно так же. Видите? Он очень легко делается. И вот так. Можно ножиком помочь. В общем, делайте на свой вкус. Хотите резать, режьте. Хотите руками вот так вот. На фрагменты, сегменты, как их назовешь. Можно и так. Эти стельнички, кстати, очень вкусные. Потом как икра получается. И вот так вот. Кроме чеснока. Чеснок у нас пока отставьте. Чеснок у нас не чищеный, ничего. Делаем заправку. Одна чайная ложка паприка, соль по вкусу и две столовых ложки оливкового масла. Это на килограмм перца, один баклажан, вот что. И теперь вот этот чеснок выдавливаем все сюда. Не знаю, как... Сейчас покажу вам. Поп, пуп. Субтитры подогнал «Симон» И теперь все это толкушечкой изминаем до однородной массы. Ну это в общем две руки нужно. Вот однородная масса получилась и все это выкладываем в салат. Как это вкусно! Еще нам понадобится яйцо и тунец в банке. Добавила тунец и яйцо и можно кушать. Это нереально вкусно. Так что ставьте лайки, если вам понравилось. Если будете делать, пишите комментарии. Нравятся ли вам такие блюда и делали вы вообще когда-нибудь такой салат. Так что жду. И всем приятного аппетита! Знаете, что я сейчас хочу сделать? У Чарли передние ногти, они как-то не стираются. Вообще у собак стираются сами ногти. И стрих, чих, ну не надо. Если, конечно, он домашний и не гуляет нигде. Но у него задние ногти прямо отстрижены. Как это, счесаны хорошо. А передние как-то плохо. Чарли, вы не такие? Знаете, он знает, когда я хочу что-то с ним делать. И он делает вот так. Уходит от меня. Чарли, вы не такие? Вы не такие? Вы не такие? Девятика. И вот эти у него ногти, видите, они как-то даже в сторону смотрят. Поэтому я хочу их отстричь. У меня были специальные ножницы, я их Танюшке отдала. Но я отстригу вот такими. Я уже стригла ему ножницы. Ой, ногти вот такими тоже кусачками. Энди, 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 Энди. Давай, энди, эндика. Давай, эндика, 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 эндика. Да, давай, ногти тебе. Ну и все. Ну и все. Ты только не... Ну и все. чай это персину агунами чё надо по моему не удастся ничего сделать персину агунада так я это я уже прессина агунада А если я тебя к врачу отведу, что будешь тогда делать? Шuss! Шт! Сергей, я Часто? Все? Крика сколько? Теперь искать ногти. Пылесосить сейчас буду из-за тебя. Вот такая раздевалка. Там души стоят. В общем, здесь для бэбиков есть, смотрите. Я завтра не стану. У меня ноги не ходят. И руки не держатся. Сейчас выйду, расскажу. Пойду поплаваю. Да пипец мне. И правда руки все трясутся. Ужас. Пойду наслаждаться. Так, здесь. Кстати, здесь есть сауна. Функциональная. Я увидела ее только сейчас. Смотрите. Все дела. В общем, завтра я его использую. Сауна. Классно. В душевых есть гель для душа. Там кабинка для инвалидов. Туалет. Все дела. А я переодеваюсь уже. Иду домой. Сейчас пойду с Чарли гулять. Там идут. Дальше идут туалеты и фены. с зеркалами. Чтобы меня никто не увидел. Так. И выход отсюда. Ну что, рассказываю. Ноги меня отказываются нести. В прямом смысле этого слова. Их так переваливаю. Вот так вот. С другой. Вот тут вот эта часть все болит. А я не знаю, сколько я сегодня приседаний сделала. В общем, в чем заключаются эти тренировки. В общем, берешь штангу, вешаешь на нее в груз. Ну, я всего по 2,5 килограмма навешала. Вот. И занимаешься с этой штангой. Мужчина меня аж километр обошелся. Занимаешься этой штангой. Приседаешь, в общем. Ну, всякие бицепсы, трицепсы. Руки, ноги. Все это с этим, как его, с грузом. Планка. Планка. Или как она? Это по-русски планка или по-испански? Ну, в общем, не танцы, а вот это все под музыку с этими штангами, штангами. Мама, не горю, короче. Мама, собачка, бегу. Что-то рыно. Причем чья-то. Вот. Все это штангу, это приседания. В общем, все то, что я не люблю, сегодня мне пришлось сделать. Но я так, как человек ответственный. И чтобы не упасть лицом в грязь, я пыталась, старалась все упражнения делать наравне с другими. У меня это получилось. Но идти я уже не могу. У меня ноги заплетаются. Правда. Вот завтра я точно не встану. Хотела я меньше, чем вчера на зубе. Но упражнений сделала, наверное, больше. В общем, из-под жиров у меня будут теперь расти мышцы. Представляете? То есть живот станет в два раза больше. Потому что там еще мышцы появятся. Ну, конечно, из одного раза ничего не появится. Но будет расти. Правда-правда. Иду домой. Ой, господи, собачка как меня любит. Здорово. Пешеходы. Вот правда они меня. Ноги вообще не слушаются. Я пытаюсь переступить. Я вот сейчас хоть плавала в этом бассейне. И так хорошо. Такая расслабок. У меня даже шея болит. То есть мы там, парень, прорабатывали все мышцы, которые есть. У меня, знаете, судороги как в животе начали трещать. Судороги. Прямо представляете? От вот этого вот пресса, от всего. Я там чуть не скрючилась. Пипец. Ой, блин, с непривычки. Я не люблю всякие эти грузы. Я люблю танцевать. Ну, блин, надо все попробовать. Ну, ладно. А еще прикол, знаете, какой? Мне кто-то шлет по Вайберу сообщение. Ну, видимо, либо родственник, либо подруга. Но там номер телефона. По номер телефона я как могу определить, кто это? Вообще не могу. Там обычно хоть фоточку какую-нибудь поставили. А это просто номер телефона. А кто сейчас номер телефона знает? Абсолютно никто, правильно? Вот я даже не знаю, номер телефона мужа. Правда? Обычно как по фотографии. И все. Поэтому я там отвечаю на ты кто. Сейчас посмотрим, кто это. Все, идем домой и гулять с Чарли. Если, конечно, смогу. Да смогу, все у нас получится. Ой, ну ноги действительно еле передвигаются. Ой, и ноги тогда у меня будут шире. Пипец. Надо сначала жир убрать, а потом мышцы качать. А то, представляете, под жиром еще и мышцы. Боже, я буду слом. Ой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас много ходит Ой, я вроде немножечко, как говорится, размялась Ой, ну завтра я точно не встану Сто процентов Сперва Сперва Бам Это мой ужин Субтитры сделал DimaTorzok Бам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok